Девушки отдыхают Игровая механика Battlefield 2 со времен Battlefield 1942 изменилась не сильно Как и раньше, сражения идут на огромных картах между двумя командами игроков Назвать Silent Hill 4 плохой игрой не повернется язык даже у самого хладнокровного геймера С другой стороны, она создана на стыке гениальных находок Грамотной эксплуатации наших бытовых страхов и откровенной халявы Привет! Это ФАК! Программа из трех букв, но с очень глубоким содержанием Меня зовут Борик Ротер Сегодня я расскажу вам о четырех игрушках, которые не дают покоя нашим зрителям Начну я, пожалуй, с самой беспокойной игры наступившего года Любите щекотать свои нервы? Тогда прислушайтесь Слышите? Это ЗОВ! ЗОВ КТУЛХУ! Игра Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth Это один из немногих долгостроев Которому все-таки удалось выползти из ранга мега-супер-пупер проекта Который вот-вот появится на прилавке магазинов Студия Head First Productions, ответственная за появление на прилавках этого хоррор-боевика, закрывается Ситуацию не смогла спасти и продажа прав на бренд Саймон Де Соса Большая часть сотрудников Head First уже переехала с вещичками и новыми идеями в такие компании, как Кодмастерс, Критек, Лайнхэт и Биовар Но что же игра? С ней, как ни странно, все не так плохо, как с разработчиками Видимо, что выложились они на все 100% Причем все свои усилия они направили на атмосферу игры и ее содержание А вот на графику уже силенок не хватило Что я могу сказать? Call of Cthulhu это самая страшная игра сезона Причем во всех смыслах слова Графика самое слабое место в игре Но спасибо дизайнерам и сценаристам На их хрупких плечах, видимо, и выезжали Звук тоже не подкачал Из динамиков то и дело слышен мерзкий шепот Или душераздирающие вопли Лучшее время для игры это ночь Даже разработчики рекомендуют для полноты ощущений Выключать в комнате свет во время игры Системные требования таковы Полутора гигагерцовый процессор Penchium 4 Или AMD от Lone XP 512 мегабайт оперативной памяти Видеокарты на уровне четвертого GeForce И пара гигабайт свободного дискового пространства А теперь перехожу к хорошему Первая новость это то, что визуальная составляющая далеко не самая главная в проекте В первую очередь упор делается на страх и эмоции игроков Самый главный враг вколов ктулху это тот монстр, которого вы должны заметить внутри себя Дикий страх будет застилать вам глаза Куда бежать? Кого звать на помощь? Ответ придется ждать долго Практически до самого финала Игра начинается как самый обыкновенный квест-ужастик Спустя какое-то время понимаешь, что кто-то подбавил жару И игра приобрела более жесткий характер Ну а потом и вовсе замечаешь, что рубишься в банальный 3D-шутер Игра создавалась на основе одноименной книги Говарда Эф Лавкрафта Нам выпала роль честного детектива Джека Уолтерса Чье расследование завело его же самого в психушку Мы переносимся на 6,5 лет назад В 1915 год И переживаем все то, что в свое время погубило рассудок Джека Тайные культы, ритуальные убийства, зомби В общем, будет на что полюбоваться и над чем поразмышлять Игра затачивалась под приставки Так что о нелинейности сюжета не может быть и речи Нас проведут по прямой от начала до самого конца Но загадок в игре будет предостаточно Кстати, одна из них замучила нашего зрителя из Волгограда Между прочим, моего тезку Бориса Он спрашивает, когда же появится хоть какое-нибудь оружие Не волнуйся, Борька После двух часов мучений, а это примерно четверть игры Будет тебе оружие Как открыть этот чертов сейф на складе Вайта? Спрашивает наш зритель Витек Пулуянов из города Пушкина В общем-то я и сам не понял Поэтому ответ нашелся в интернете Крутить ручку сейфа надо поочередно, вправо-лево Правильный код замка 2612 Итак, крутим Два вправо, шесть влево и так далее А этот вопрос я подглядел на нашем форуме Гражданин по кличке Вяка спрашивает, куда идти в первом городе Ему отвечает другой фурман по кличке Казачок Цитирую слово в слово Итак, вначале недалеко от автобуса там мент будет Ходит туда-сюда Надо мимо него прокраситься в дальнюю комнату Запереть за собой дверь шкафом и спуститься в подвал Открыв при этом люк на полу специальной монтировкой Которую, кажется, найдешь тоже там Потом с тремянкой бьешь стену и проходишь дальше Кинг-Конг, наверное, бессмертен Начав свой далекий путь в 1933 году Он до сих пор интересен зрителям Последнее творение Питера Джексона – яркий тому пример Разработкой занималось именитое подразделение Ubisoft Entertainment Во главе с Мишелем Анселем Которое ответственно за появление знаменитой Beyond Good and Evil Что получилось и как извлечь из этого максимум удовольствия и пользы Вы узнаете прямо сейчас В России официальные продажи Питер Джексон с Кинг-Конг Начались 1 декабря 2005 года Лицензирование и локализацию взяла на себя компания Бука Кстати, надо отдать ей должное Игру перевели гораздо лучше, чем одноименный фильм По крайней мере, в тексте нет ни одного существенного ляпа Единственный недостаток этой локализации – актеры, которые озвучивают все происходящее На фоне оригинальных голосов безымянные русские дикторы выглядят очень даже средне Минимальные требования к игре – это Pentium 3 с частотой 1 ГГц 256 МБ оперативной памяти 1,5 ГБ свободного места на жестком диске И видеокарта, совместимая с DirectX 8.1 Фирменный DVD-бок с игрой можно купить в среднем за 350 рублей Ну а теперь о самом 3D-экшене 30-е годы прошлого века Съемочная группа под руководством режиссера Карла Деннома Приплывает на корабле на некий маленький остров В океане для работы над новым фильмом Во время высадки корабль тонет Часть людей благополучно идет ко дну А все выжившие остаются на острове Капитан Энглхорн хочет вывести всех выживших на самолете И пока он ищет удобное для посадки место Остальные внезапно обнаруживают Что таинственный остров – это натуральный затерянный мир Там проживают гигантские сороконожки, динозавры и кровожадные дикари Впрочем, главный обитатель острова – это гигантская горилла Кинг-Конг Которая похищает актрису Эн Дэроу Нам во всей этой истории отведена роль сценариста Джека Дрисклла Который пытается одновременно и спасти Энн И сбежать с проклятого острова Первое, чем Кинг-Конг поражает глубоко и в самое сердце Невиданный доселе никем эффект присутствия Несмотря на то, что большая часть игры представляет собой шутер с видом от первого лица Перед глазами главного персонажа вы не увидите никаких признаков лайфбара Количество собранных патронов и тому подобных привычных вещей Мало того, перед его носом не маячит даже ствол оружия Динамика движений господина Дрисклла сделана настолько правдоподобно Что чувствуешь самую непосредственную причастность ко всему происходящему на экране При быстром беге он начинает тяжело дышать Продираясь сквозь тростник, руками разводит густые заросли А устав от бесконечных гонок трясущимися руками Поднимает над головой тяжелое копье Да-да, друзья, именно копье Доисторическая дикарская палка с кремниевым наконечником станет главным нашим оружием Пистолеты, ружья и дробовики, которые в ящиках сбрасывает самолета добрый дядя Энглхорн Встречаются совсем нечасто Так что приготовьтесь к многочисленным играм в Чингачгука Схватили копье, прицелились в глаз динозавру, метнули и побежали искать новое Впрочем, помимо охоты на гигантских ящеров есть и другая, не менее интересная забава Периодически нам можно будет играть за самого Кинг-Конга В этих эпизодах нас ждет невероятной динамичности экшен Конг, сотрясая своей многотонной тушей, ловко скачет по веткам Прыгает через пропасти, барабанит в грудь А также много и с удовольствием машет волосатыми кулаками Одним взмахом огромной лапы он с хрустом ломает хребты и гнет челюсти тираннозавром И с мясом вырывает птеродактилем крылья Индустрия 3D-экшенов отныне будет равняться на Питер Джексон с Кинг-Конг Так же, как год назад равнялась на GTA или Half-Life Для тех, у кого приключения в затерянном мире вызвали серьезные затруднения Я подготовил несколько полезных советов по игре Надеюсь, они вам помогут На уровне Некрополис большие затруднения вызывают последние препятствия По проходу ползает стая свирепых скорпионов Чтобы заставить их уступить вам дорогу Наколите на копье личину из тех, что ползает у стенки И бросьте в сторону Скорпионы, почуяв добычу, мгновенно бросятся в атаку Отвлекутся и позволят вам пройти Еще один прием В игре зачастую, чтобы преодолеть какое-то расстояние Или найти оружие, можно поджечь траву и кустарник Для этого нужно найти копье и пламя Огонь обычно видно издалека Он горит в каменной чаше Смотрите во второй части программы Игровая механика Battlefield 2 со времен Battlefield 1942 Изменилась не сильно Как и раньше, сражения идут на огромных картах между двумя командами игроков Назвать Silent Hill 4 плохой игрой не повернется язык даже у самого хладнокровного геймера С другой стороны, она создана на стыке гениальных находок Грамотной эксплуатации наших бытовых страхов И откровенной халявы Смотрите во второй части программы Игровая механика Battlefield 2 со времен Battlefield 1942 Изменилась не сильно Как и раньше, сражения идут на огромных картах между двумя командами игроков Назвать Silent Hill 4 плохой игрой не повернется язык даже у самого хладнокровного геймера С другой стороны, она создана на стыке гениальных находок Грамотной эксплуатации наших бытовых страхов И откровенной халявы Прошло уже около года с момента выхода второго Battlefield А страсти все не утихают Армия фанатов растет как на дрожжах Дополнение выходит одно краше другого В чем же секрет такой бешеной популярности? Сейчас разберемся Игровая механика Battlefield 2 со времен Battlefield 1942 Изменилась не сильно Как и раньше, сражения идут на огромных картах между двумя командами игроков Максимум 64 пользователя Задача каждой из них не уничтожение противника и не набор фрагов А захват ключевых точек, разбросанных по всему уровню Каждая такая точка отмечена флагом Battlefield 2 это в первую очередь многопользовательская игра Но есть и одиночный режим За разработку всей серии Battlefield Ответственна компания Digital Illusions Но лишь со второй частью возник творческий тандем с гигантом Electronic Arts А эти ребята знают, как делать массовый продукт Игра получила много новых идей Хорошую графику и продвинутый геймплей Движок назвать революционным язык не поворачивается Зато системные требования взвинчены до предела Когда второй Battlefield только-только появился Были неимоверные тормоза даже на самых современных компьютерах Последовавшие за выходом патчи несколько подправили положение, но ненамного Графика стала побыстрее, а время загрузки уровней не уменьшилось Ждать приходится все равно от 5 до 10 минут Как вы уже догадались, игрушка очень требовательна к железу Рекомендуемые разработчиками системные требования следующие Процессор Pentium 4 или AMD Atlone с частотой 3 ГГц Гигабайт оперативной памяти и видеокарточка, совместимая с девятым DirectX На жестком диске игра отнимет 2,5 Гигабайта свободного места Игроки, привыкшие к Battlefield 1942, долго отвыкали от прежней манеры ведения боя Без всякой координации, просто носились веселый бронированный гурьбой от одной точки к другой Поначалу в Battlefield 2 воевали точно так же Зато, когда народ наконец сообразил, насколько все же удобны те командирские функции О которых так долго говорили большевики-разработчики Порядка стало сразу намного больше Игра отслеживает достижения каждого пользователя И по итогам раунда присваивает отличившимся товарищам те или иные звания Лучший игрок становится командиром всей команды Еще несколько отличившихся игроков получат собственное подразделение до 5 человек Со стороны может показаться, что эта система никогда не будет работать Но кто в здравом уме и трезвой памяти будет слушаться человека, который видишь в первый раз в жизни И который, судя по ломающемуся голоску, еще не оперившийся юнец Чтобы не допустить непослушания, авторы игры наделили командира не только правом отдавать приказы Но и целым рядом преимуществ Он может сбрасывать боеприпасы, обеспечивать артиллерийскую поддержку Посылать беспилотный самолет-разведчик и транслировать с него информацию о местонахождении войск противника На миникарты своих бойцов Руководители сквадов такими широкими полномочиями не обладают Зато им легче подобрать разнопрофильную команду Чтобы в отряде был и медик для лечения, и инженер для починки техники Кроме того, командиры служат мобильной точкой респауна Рядом с ними могут возрождаться их погибшие подчиненные Хочу вас сразу предупредить, играть без аудиогарнитуры крайне неудобно Потеряете большую часть удовольствия Координация действий внутри команды осуществляется через систему голосовой связи И система эта проработана лучше, чем где бы то ни было Бомбы истребителей, десант, танковые обстрелы, взрывы ракет с лазерным наведением Все это придает игре тот самый шарм и ощущение масштабных боевых действий Которые так нравятся игрокам Освоить почти все средства передвижения, кроме, пожалуй, самолетов, вертолетов Исключительно легко Но, свой дальнейший рассказ я поведу как раз о воздушном транспорте Точнее, о том, как его можно использовать Как бы это сказать, с пользой Интересный сюрприз я обнаружил на карте Затар Вэтланд Запустите сервер на 32 или 64 человека Садитесь на самолет или вертолет И летите к северо-восточному флагу Вы увидите небольшую ферму А на поле за ней загадочные круги истровы Которые якобы оставляют пришельцы Истина где-то рядом А теперь полезный совет Каждый солдат снабжен парашютом При этом очень полезно научиться технологии затяжных прыжков Чтобы открывать парашюты буквально у самой земли Представьте себе, что вам во что бы то ни стало нужно захватить флаг А из оружия только спецназовец и вертолет Что мы делаем? Садимся на вертолет, летим в условленное место И прыгаем точно над флагом Пока защитники флага не опомнились Спецназовец с щедрым жестом сеятеля Разбрасывает свои взрывные устройства А потом не долетая до земли спецназовец устраивает большой ба-бах И флаг, что называется, доходит до кондиции И полностью готов к захвату Главное не подорваться на бомбах самому И напоследок еще один ужастик Серия игр Silent Hill всегда была исключительно приставочным деликатесом И только сравнительно недавно она появилась на PC Последняя четвертая по счету часть, названная The Room Безусловно, самая неоднозначная игра серии И сейчас вы узнаете почему Назвать Silent Hill 4 плохой игрой не повернется язык даже у самого хладнокровного геймера С другой стороны, она создана на стыке гениальных находок Грамотной эксплуатации наших бытовых страхов И откровенной халявы Какую оценку ставить игре, которая в один момент вышибает из тебя холодный пот А в другой заставляет откровенно зевать Категорически не ясно В отличии от предыдущих частей серии The Room подавалась с нечеловеческой помпой Мы покушаемся на самое сокровенное На ваше повседневное ощущение комфорта Громогласно заявляли пиарщики Konami Это совершенно новый уровень ужаса Вторили им разработчики Новый уровень ужаса действительно обнаружится Аккурат после того, как вам откроется широко разрекламированный вид от первого лица Ужас заключается в том, что размазанные текстуры Которые мы, скрипя сердце, терпели раньше Теперь представили перед окороком во всей красе Они больше не держатся на почтительном расстоянии Вы можете упереться в них носом И наконец осознать, что Konami не стесняясь Продает нам с вами уже третью игру на одном и том же движке Отныне действие в игре демонстрируется с двух ракурсов От первого и от третьего лица Такое разделение четко привязано к структуре The Room и ее сюжету Ладно, перехожу к системным требованиям Для нормальной работы этого ужастика вам потребуется машина С частотой процессора не ниже гигагерца 512 мегабайт оперативной памяти и видеокарта уровня третьего GeForce Есть еще пара инноваций, за которые я бы с удовольствием выбрал гейм дизайнеров Konami в полном составе Отныне обладатели PC уравняли в правах с хозяевами консолей Сохраняться теперь можно только в доме Генри Хотя в предыдущих хиллах для PC сохранять игру можно было в любом месте Теперь сюжет Завязка четвертой серии действительно внушает оптимизм Генри Тауншетт просыпается в своей квартире И обнаруживает, что входная дверь обита цепями И вдобавок снабжена надписью Не входи Окна наглухо закрыты Вы можете часами биться, как моля стекло Вас все равно никто не услышит Позже в ванной обнаруживается дыра, ведущая в потусторонние миры Игра четко разделена на два пространства То, что за пределами квартиры, и то, что внутри нее Стоит Генри пролезть в дырку, как он оказывается в различных мирах Иногда на станции метро, что расположено рядом с его домом А иногда в самом городе-герое, Silent Hill Геймплей остался практически без изменений Генри лупит омерзительных тварей обрезком трубы Судорожный ищет патроны и вступает в немногочисленные диалоги с редкими, разумными существами А все нововведения, как и предполагалось, носят чисто косметический характер И все же, назвать дыру плохой игрой нельзя Несмотря на все свои огрехи, в отдельные моменты она способна добавить вам седых волос Страшно бывает до жути Разработчики бросили все свои ресурсы для запугивания игроков Таинственные звуки, пугающий видеоряд, фрейдистские ассоциации Все здесь направлено на то, чтобы напугать игрока Игра давит на нервы, вызывает бессонницу и чувство тоскливого ужаса Кстати, в четвертой части спрятано очень много ассоциаций, связанных с книжным и кинохоррором Вот одна из них В Silent Hill 4 есть немало отсылок к японским фильмам ужасов Так, например, в начале игры, сразу после телефонного звонка, включится телевизор И некоторое время будет показывать серую рябь Точь в точь как в фильме «Звонок Хидео Накаты» Из этого же фильма «Ведьма с длинными нечесанными волосами» А теперь ваш вопрос Житель города Обнинска по имени Кукин Макс задается вопросом Почему так мало места в инвентаре? В The Room разработчики решили усложнить жизнь игрокам жестким ограничением инвентаря Теперь в него могут войти лишь 10 предметов При этом две пистолетные обоймы считаются за два отдельных предмета Но в квартире Генри стоит сундук Куда можно складировать особо ценные предметы, например, аптечки На сегодня, думаю, хватит Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма И выуживать оттуда самые интересные вопросы Напоминаю вам свой имейл FAQ-собака-муздефест-тв.ру С вами был Борик Увидимся ровно через неделю Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова